Причина была, конечно, не в том, что у него костюм был не свадебный, не для пира, а именно мелочь этого костюма, не о костюме, конечно, идет речь, друзья, о всей нашей жизни, о состоянии нашего духа, о пренебрежении. Да, какая ерунда, сейчас я это сделаю или не сделаю, потом поправлю, ничего страшного. Да, потом осознаю, сейчас я вот это, мне сейчас удобно так, а как там дальше будет, я не знаю, все равно мне, зачем мне что-то изучать, куда-то там стремиться, я буду просто добрым человеком. То есть, конечно, по своему собственному разумению, что такое добро. А почитать, что нам говорит о добре Библия, ну зачем мне это надо, я добрый, все. Но другое дело, апостол нам говорит, Павел, что если бы мы судили себя сами, никогда не были бы судимы. Поэтому вот такие вот пренебрежения к мелочам не может нам не дать войти или остаться, как в случае с одеждами небрачными, на перу. Потому и нам и говорит Господь, Сын Божий, верный в мелочах над большим будет поставлен. Девушки оказались неузнанны, потому что когда все приходили, дверь была открыта, их не было, они пришли сами от себя, свидетельствуют о себе, что вот мы, кто вас еще свидетельствует, никого больше не осталось. То есть они пренебрегли идентификации своей внешности, своей сути. Мы, конечно, говорим о духовном состоянии, реже не о костюмчиках, конечно. Хотя, друзья, ведь они тоже показатели того, как я отношусь к чему-то. Если я пришла в гости в Иваном и Драном, значит, я так отношусь к этому человеку. Или ко мне пришли так грязными сапогами и прошлепали по коврам. Вот это отношение, это очень важно. Состояние сердца не в сапогах и грязи дело, а в состоянии сердца отношения нашему к другому человеку и, конечно, через него к Господу Богу. Поэтому вот эту притчу очень важно понимать в общем контексте. Дальше нам говорит Христос, Он же не просто переключается с одного момента на другой. Он нам дает тему, освещает определенную тему, важность всех мелочей нашей жизни. Потому что мы, во-первых, часто мелочи не отличаем от главного, это тоже очень момент у нас сложный. А с другой стороны, ничего не бывает, никакой мелочи в этом мире, никакой букашки, ни таракашки. Господь знает все лапки вот этого жучка-паучка. Он каждого создал для определенной цели. У человека все продумано, ни один волос не упадет без воли Бога, о чем это говорит. Конечно, законы, созданные Господом Богом, работают сами по себе. Но Он их создал, и Он им дал возможность работать самим по себе. По себе, значит, то есть по Богу, ибо создал их Господь Бог. И все законы работают по Его воле. И у Него всегда есть власть вмешиваться в любой закон. Часто мы это и называем чудесами, это вмешательство. Но беда в том, что мы сами иногда сочиняем вмешательство и приписываем чудеса всему и вся. Вот, пожалуйста, резюме. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа. И пришел у вас конец, вот час ваш конечный, потому что Царство Небесное, мы понимаем, человек заходит после смерти. А вы оказались не готовы на завтра, оставив, например, попросить прощения у человека, которого вы обидели, или который на вас почему-то злится, не спросив его, ладно, потом, ничего страшного, оставив на завтра. А завтра может и не быть. Поэтому говорит нам Христос, достаточно вам печали дня сегодняшнего, не надо печали в том, что завтра. Делайте все сейчас, завтра может и не быть. Об этом идет речь. Не знаете ни дня, ни часа, когда придет ваш жених за вами, то есть наш Господь Бог, наш жених. Вот о чем идет речь. Никаких мелочей в жизни духовной, в жизни физической не бывает. Ибо будет, как с человеком, который, уезжая, позвал рабов своих и вручил им имение свое. Видите, то же самое. Ибо будет. То есть это продолжение первой притчи. Будет с вами, будете к мелочам невнимательны. И захотите понять, что, к чему, для чего. Сочтете это. Да, это не важно. Я не знаю, я рос там, где этого не было. Никто мне ничего не рассказал. А то, что у тебя всегда есть возможность говорить с живым Богом. И Он даст тебе и людей, и книги, и события, через которые ты будешь двигаться к пониманию. А зачем мне это? И мне так хорошо. Я схожу, в воскресенье постою, и все с меня хватит. Вот о чем идет речь, друзья. И поэтому продолжение. Подобно будет так случиться, если вы будете невнимательны к мелочам, как вот сейчас случится. Как человек, который, уезжая, позвал рабов своих и вручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, как каждому по его силе, внимание, по его силе и уехал. И получается, вот когда мы живем, у нас такое ощущение, что Бог где-то там далеко, мы здесь своими делами заняты. Когда нам надо, мы идем с Ним встречаться на место, нами же назначенное. И вот Он там участвует в нашей жизни, мы Его спрашиваем, привлекаем, даем им на роспись наши планы. Вот у нас такое представление. Он уехал, а мы здесь сами по себе. Конечно же, это именно то, о чем хочет нам сказать Господь Бог. Я никуда не уезжаю. Я с вами, для вас, как будто нет. Но я каждую секунду с вами, я вижу все. То есть я не то, чтобы все смотрящий, но все видящий. Деликатность Бога, она поразительна. Он не подглядывает за человеком, как сам он и говорит об этом. Он очень любит человека, очень крепко к нему относится. И хочет того же к себе. Я тому выдал вот эти таланты. Таланты какие, друзья? Развитие себя, своего потенциала. Мы об этом много говорили. Заложено в каждого человека конкретно по его силе. То есть каждый человек – это отдельный, в кавычках, скажем, проект Божий. Это так и есть. Отдельный. И он должен реализоваться на все сто. Не как Иван Петрович и Марио, или президент Боливии, а как вот этот человек, Лена, Маша, Наташа, Матильда. Вот я должна реализовать свой потенциал. Этот потенциал выдан каждому в поилке возможностей. Бог знает, у кого какая возможность. И никогда не потребует больше. И меньше тоже не сойдет с рук. Вот почему столько талантов одному, другому, третьему. И реализовать именно их. Не говорить, ой, у него пять, у меня один. Нет, твой один – это для тебя реализовать все сто процентов. Поэтому будьте совершенны, как отец ваш совершенно есть. То есть реализуйтесь вы на все сто ваших процентов, а не так, что будьте похожи на Бога, отца. Это невозможно. Вы реализуйтесь, как реализован Бог на все сто процентов, как его Сын Божий на все сто процентов. Вы и так стараетесь делать. Ваш потенциал реализуйте, который я вам дал, говорит Господь Бог. И тот час пошел, получивший пять талантов, огромную силу, вложил их в дело, я приобрел другие пять. Что это значит? Занимался делом. Искал, ищите, найдете. Стучите, откроет. Просите, и дано будет, что просите, во имя мое. То есть дай мне, Господи, понимание Тебя, разговор с живым Богом, поиск истины, применение всех заповедей к жизни, чтобы знать, как жить по ним, надо знать эти заповеди. Давание другим этих знаний – это реализация того, что в нас заложено. Заложен у меня талант танцора. Я танцую ради имени Божьего. Так, чтобы все сказали, Господи, хвала Тебя, что Ты создал такого человека, что человек на это способен. Это Ты, Господь Бог, создал такого человека, прекрасного человека. Вот что такое реализация в каждом своем умении. И, конечно, только ради Бога это умение и дано. Поэтому он умножил свой капитал, вот этот данный ему. Он стал больше видеть, больше знать. Бог его ведет по пути святости. И человек обрастает, скажем, этими знаниями, постигает Бога, насколько возможно человеку, его, конечно, имманентные энергии. Так же, получивший два, приобрел другие два. То есть, смотрите, постоянно допио, то есть умножается в два раза, получает человек. Настолько милосерден Бог, когда он ищет, когда он стучит. Получивший же один, то есть и так он был слабенький, ему много не дали, у него всего один талант. Он столько дали, сколько он должен был реализовать, и получил бы похвалу, равную другим. Как помните, притча про работников винограда. Сколько ты проработал, неважно. Я все, кто работал, даже в последний час, я дам равное количество благодати. Все войдете в Царство Небесное. То есть, а благодать у человека сохраняется в равной возможности. Поэтому ему надо было реализовать вот этот один талант. Это меньше, это легче, потому что он сам немощный. Видимо, этот человек, и Бог по любви своей дал ему не так много. Получивший же один, ушел, раскопал землю, то есть закопал все, и скрыл деньги, деньги господина своего. То есть он ничем не занимался, он просто все это зарыл в землю. Почему в землю? Ну, мы в землю все ляжем, прах, и вы в прах уйдете. Человек, не развивающий свой духовный потенциал, не ищущий Бога. И вот это вот связи, религии, живой с Богом, не ученичествующий, хотя крестился в ученики Христов, ничем не занимающийся, не дающий другим это знание, не старающийся жить по этим заповедям. Именно старающийся не всегда у нас получается, потому мы и раскаиваемся, потому что мы немощны. Если бы у нас все получалось, мы были бы ангелами или деревьями. У них все получается, что в них заложено по их жизни естественной. Поэтому человек и есть человек, что главное его желание, желание, а получается у него так Бог поможет. А он этого ничего не делал. А зачем мне надо? Я ничего не знаю, меня у родителей так научили, я так и буду делать. И наплевать мне вообще на все растения, куда не собираюсь. Умножать ничего не буду. Друзья, мы заметьте, умножать, умножать, Бог дал, надо это все развивать, а не сидеть на одном месте, закапывая в землю. Все данные нам возможности роста, духовного роста. И вот приходит, наступает час, через какое-то время определенное приходит господин рабов тех и сводит с ними счет. То есть люди предстают перед Богом. Мы понимаем, что с ними случается тогда. Они закончили свой жизненный путь, реализовались, пробежали определенное количество километров, которые не получат, как надел Царство Небесное, говорят нам некоторые медроши, очень интересную вещь. И подошел, получивший пять талантов, принес другие пять и сказал, господин, пять талантов ты мне вручил. Вот, другие пять талантов я приобрел. То есть богатый духовно человек. Сколько он мог, все реализовал. Сказал ему господин его, хороший раб, добрый, верный. Что значит раб? Работник, сделавший. Да, раб Божий, то есть тот, кому мы служим. Раб принадлежит тому, кому служит. Мы принадлежим Богу, не надо здесь стесняться, мы ему служим. Поэтому, когда вдруг мы просим еще кого-то, как, например, раб, даже работающий на царя, его близкий человек, которому все обслужил, он тоже его работник, тоже его раб. Как он может пойти и просить о чем-то, какого-то другого господина, ему начнут там служить. Это невозможно. Такого раба царя убьет сразу же. Поэтому и себе, находясь рабами Божьими, мы не можем себе этого позволять. У нас есть царь, у нас есть Бог, мы его служащие. Вот он говорит, ты мой служащий, хороший. Тем более, такого человека уже не назову рабом, но назову своим сыном, своим другом, говорит Христос, потому что раб не наследует, апостол Павел, это нам помогает понять, а раб, а наследует сын, ты становишься моим сыном, наследником Царства Небесного, ты уже туда входишь. Подошел, получивший два таланта, и сказал, господин, два таланта ты мне вручил, вот, другие два таланта я приобрел, тоже реализовался, на все сто процентов, будьте совершенны, как Отец ваш, аж Небесный совершен, есть. Сказал ему, господин его, хорошо, раб, добрый, верный, в малом ты был верен, друзья, смотрите, та же тема, в малом ты был верен, то есть, ты не пренебрег ничем, поэтому ты все свои сто процентов реализовал, ты был верен в самом малом, реализовался во всем, в каждом слое, могу ли я так сказать, могу ли я так кого-то назвать, должен ли я кому-то помочь или нет, когда меня просят, и всякие мелочи, нужно ли мне читать, и понимать Слово Божье, должен ли я спросить, или можно и не спрашивать, зачем, в общем-то, какая разница, вот все эти мелочи, человек не пренебрег ничем, Бог дал ему похвалу, он пошел в Царство Небесное, потому что об этом нам говорится в начале, все вот этого повествования, подобно чему Царству, тем людям, которые туда войдут, верным в мелочам, любящим Бога, жизнь свою, поспещающим Богу, поиску Его, служение Ему, своей жизнью и сердцем, а не чем-то внешним только, потому что внешнее растет из внутреннего, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего, вот оно, друзья, Царство Небесное, радость, подошел же и тот, у кого был один талант, посмотрите, он последний подошел, то есть ему дано было больше жизни, больше пробежать, Бог убитит, что он не реализуется, дал ему как можно больше жизни, уже, наверное, до 110 лет, а он все, понимаете, ничего не собирался менять, даже внутренне оплакал, может, того, что он ничего не хотел делать, естественно, не оплакал, иначе он был бы прощен, иначе он был бы реализован, даже в последнюю минуту своей жизни, как в той притче, еще раз скажем, о винограднике, и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жесткий, жнешь где не сеял, и собираешь где не рассыпал, очень много вопросов по поводу этой срочки, даже не важно, я знаю, что вот я расту в таких определенных условиях, ты мне не дал ничего, я не знаю ни Христа, ни Писания, никакой милосердия, ни заповеди твоих, но ты все равно будешь меня собирать, ты будешь с меня спрашивать, я перед тобой встал после смерти, ты здесь мне ничего не посеял, но с меня спрашиваешь, ничего не дал, жнешь там, где ты это не посеял, ты мне ничего не посеял, ну и собираешься, извините, собирать, как говорится, где не рассыпал, дал мне никаких крохотары, помните ту женщину, ханаанскую, которая говорит, что ей крохи собирают собаки под столами, вот эти крохи, ты даже этого мне не дал, то есть это язычник, скорее всего, я ничего не знаю, мои родители так делали, так кланились, так соблюдали все праздники, так вот они Пасху отмечали, а что ты от меня хочешь, ты мне ничего не дал, никаких знаний, Я там, где родился, там и пригодился. Я, конечно, боялся, что будешь ты с меня спрашивать, я ничего не знаю. И в страхе пошел, и скрыл талант свой в землю. Вот тебе твое. На, ты мне дал при рождении, ну и получи обратно. Вот такое вот отношение. И что, кажется? Ну да, действительно, человек ничего не мог знать. Его так научили. Так его предки поклонялись. Ну и что? Делали идола и бухались к нему в ноги и обкладывали его дарами. Так все делали, и я так делаю. А почему я должен что-то другое менять? И ответил ему господин его лукавый раб и ленивый. Ты знал, что я жну. То есть, видите, он мог не знать того, что с него спросится, но он знал. Он сказал, что ты спрашиваешь с меня, хотя не сел. Ну ты знал, что я буду жать, спрашивать, где не сеял, и собирать, где не рассыпал. Вот его какое было испытание в этой жизни. То есть ему было дано мало талантов, не так много поднять. Жизнь дана была самая длинная. И он знал, что с него спросят, хотя он ничего не имеет. Он не искал. Понимаете, что значит не имеет? Человек ищет. Он ищет. Если у него что-то пропало, близкий человек, у него что-то пропало, он ищет, а он не ищет. Ничего. Хотя знал, что умрет, и с него спросят, там, где не было дано конкретно, не родился он в какой-то семье просветительной, где ему дали возможность просвещать. Не было у него уставлено второй, не знал он ни иврита, ничего, и не собирался учить. Видимо, родители простые, ничего не хочу. И что ему отвечает? Лукавый. Ты лукавишь, ты мне лжешь. И ленивый. Потому что, почему лжет? Потому что Бог дает все возможности ищущему человеку. Бог даст ему. Где ему прочитать? Что ему увидеть? Кто его научит? Даст человека, кто ему расскажет, который, может быть, больше знает. Если человек ищет нужные книги и возможность выучить язык, или хотя бы смотреть в наше время вон критическое Библию, открывайте и читайте, Библия, Зум, все языки. Многие ли открывают, друзья? Говорит ему гневно Господь Бог. Ты знал, что я собираю генерал, засыпал. Потому надлежало тебе дать внимание деньги моим, моим менялом. То есть тот тебе разменяет твое желание, твой поиск на знание, на возможность получить все то, что я с тебя спрашиваю. Поиск Бога. Тебе дадут это в ответ на твои поиски, на жажду сердца. И придя, я получил бы свое с ростом. Понимаете? Вот тебе достаточно было обратиться, искать, спрашивать, говорить со мной, говорить со всеми, искать эти книги. Я тебе все бы дал. И получил бы ты рост даже на этом, даже на малом. Ты получил бы свой рост. Это было бы достаточно. Но ты ничего не стал делать. Возьми же у него талант. Возьмите, говорит он, своим служивым, наверное, ангелам. У него этот один талант. И дайте имеющему 10 талантов. Те, кто искал, те, кто жаждал, те, кто изучал, стремился, был милостив, исполнял заповеди, главное, исполнял заповеди все. Не говорил, что он не знает и не знал. Дай ему вот это еще. Он будет иметь еще больше, чем он мог бы иметь. Больше, чем 100%. То есть Бог дает всю полноту радости тому, кто ищет. Ибо каждому имеющему будет дано, имеющему что? Приобретшему, умножившему вот эти знания. Бог даст еще столько, как говорит апостол Павел, что и на сердце не всходило, и на умение не лежало. Что приготовил Господь Бог, любящим Его? Вот это любовь Бога. К Богу. Не просто слова декларации. Мы любим, любите, любовь. А любовь – это жажда познания, жажда применения заповедей, жажда Бога, слова Его, Его живого. И у Него будет изобилие у того, кто имеет вот эту жажду и вот это познание. У Него будет изобилие, и у Него, и у не имеющего будет взято и то, что Он имеет. То есть то, что Ему Бог дал, и жизнь, и возможность, и способность, возможность стать сыном, у Него это будет забрано. Он имеет изначально благодать, данное мы говорили при рождении, каждому человеку. Наша задача – ее удерживать. А если потеряли, возвращать, как говорит Давид, не отними от меня лица твоего и Духа Святого, не отними от меня. То есть Он уже имел. При грехе мы это теряем, но мы получаем обратно при искреннем раскаянии поиски Бога. Так вот, у не имеющего вот этой жажды, потому что ему раскаяться-то не в чем. Если человек раскаялся, что он не жаждет и не ищет Бога, не познает и не читает, ему это все не надо, то как он может раскаяться? Если он раскаяться, он начнет это делать. Вот этот человек есть злодей, а не тот, кто убил, ограбил, друзья. Это другой вопрос, другой этот злодей. Но речь идет в основном об этих злодеях, которые не знают Бога, не ищут, придумывают его сами и тому служат, не интересуясь более ничем. И у не имеющего будет взято и то, что он имеет, то есть то, что ему Бог дал при его рождении. Это талант и благодать. И негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. То есть за шатер, где есть пир, где есть царство небес, туда, где темно, потому что Бог есть свет. Ты Бога не знал, ты его не искал, ты его себе придумал. Вот сиди с ним, со своей лампочкой шахтера на голове. Там будет плач, и скрежет зубов. Плач. Очень интересный момент. Толкуется. Плач — это рождение ребенка. Скрежет зубов — это смерть. Последний. И в этом тоже еще символический момент. Плач — это раскаяние, скрежет зубов. Это когда я что-то осознаю, но не могу уже исправить. Мы знаем это состояние, скрежет зубов. Уже не могу, но уже знаю, но уже не могу. Ничего исправить. Это та же поздность, так же поздно, как девы, которые побежали какую-то мелочь исправлять, когда уже смерть пришла, когда надо пристать перед женихом и входить в Царство Небесное. Подожди, Господи, я там, да, я помню, у меня просил денег сосед совсем немножко, но я ему забыл дать. Просто забыл, да и потом вспомнил, но уже не хотел возвращаться. Я сейчас сбегаю, исправлю. Нет, уже не сбегаешь. Никуда. И вот таких мелочей, такого песка у человека за жизнь накапливаются целые мешки. Они его и топят. Они, эти мешки, вместе с этими мешками он не пролезает никуда в Царствие Небесное, потому что узок туда вход и путь туда узок и немногие восхищают его. Друзья, это нам не делается страшно. Немногие, а нам же кажется, что мы все туда идем. Нет, мы идем немногие. Широк поход вот туда, в Шоол, в тьму кромешную, а вот в Царствие Небесное. Уза вход и немногие восхищают его. Те, кто жаждет его восхитить, те, кто жаждет всем сердцем. Когда человек жажден, он ищет путь, он не говорит, я жажду, я уже правильно иду. А если я иду неправильно? Вот этот вопрос и есть страх. А если я не тут неправильно? Господи, наставь меня, дай мне все то, чтобы я шел правильным путем к тебе, в твое Царство Небесное. Но не дай страшных скорбей и потрясений, ибо я немощен, ты знаешь. Вот это скрежет. Невозможность исправить. Это, наверное, самое страшное, друзья. Дальше, такие торжественные слова, такая важная часть всего Писания, о которой мы очень часто с вами говорим. Итак, когда же придет Сын Человеческий во славе Своей? Мы знаем, что второй приход Христа будет во славе.